Этические нормы Этические нормы И для общества лучше, чтобы СМИ занимались саморегуляцией, чтобы не давать повода чиновникам или другим центрам власти вмешиваться в профессиональную деятельность журналистов. Журналист признает приоритет общечеловеческих ценностей. Это право народа на мир, на демократию, на социальный прогресс и на права человека. Журналист воздерживается от оправдания любой формы насилия, ненависти, дискриминации, тоталитаризма и диктатуры в обществе. Журналист с уважением относится к ценностям, достоинствам каждой национальной культуры. Журналист не должен скрывать информацию или фальсифицировать документы. Он также не должен использовать свое имя в коммерческих или рекламных целях. Цель журналистики в том, чтобы помогать людям принимать правильные решения. Ложная информация, она в лучшем случае просто бесполезна. В худшем случае она может привести к тому, что люди будут принимать неправильные решения. Поэтому особенно важно, чтобы журналист осознавал свои ошибки и признавал их. И признавать свои ошибки надо громко и заметно. Этот критерий тесно связан с понятием сбалансированности и нейтральности и дополняет предыдущий. Без полноты информации, без мнения разных сторон, общество также может быть введено в заблуждение. Журналисты, используя служебное положение, пытаются навязать свою точку зрения. Отсутствует полнота фактов. Журналисты не проводят различий между мнением и фактом. Поддерживается одна из сторон конфликта, при этом нарушаются принципы объективности и нейтральности. Часто используется язык вражды, риторика ненависти к определенным национальным, конфессиональным и другим группам. Даже самый подробный кодекс не может предусмотреть все жизненные ситуации. Поэтому журналист должен действовать как добросовестный и порядочный человек. Особенно важно понимать, что в новостях надо публиковать только общественно значимую информацию. Избыточная информация может помешать потребителю правильно понять суть темы. К примеру, избыточная может быть информация о национальности участников события, об их партийной, конфессиональной или другой принадлежности. Но опять же оговоримся, что это только в том случае, если данная информация не имеет значения в контексте этого события. В то же время мы должны понимать, что любые подробности оправданы, когда речь идет о публичных лицах. Эти люди имеют повышенную ответственность в обществе, у них большое влияние, они могут принимать различные решения, чтобы уйти от ответственности. Поэтому журналистам и СМИ особенно важно подчеркивать то, что в этом событии участвует публичный человек или его родственник. Также нельзя отменять право публичных людей на личную жизнь. Грань допустимого очень тонкая и выбор всегда за вами. Докажите, что ваш подход имеет общественную значимость. Кодексы этики имеют свою специфику в разных странах. Например, в Таджикистане говорится о межрегиональной розни. На Балканах говорится об угрозах межконфессионального противостояния. То есть для мононациональной страны эти этические нормы были бы просто излишними. Важно понимать, что для журналиста нормы этики имеют приоритет над законами. Например, журналист должен называть в суде источники своей информации. В то же время нормы этики запрещают ему это делать и зачастую журналисты даже рискуют личной свободой. В то же время очень важно, чтобы журналист знал законодательство, которое регулирует сферу СМИ. Например, журналисты часто нарушают нормы законодательства, которые защищают права детей. Ущемление прав тех, кто не может за себя постоять, безусловно является этическим нарушением. Редактор субтитров А.Семкин